Значит, во-первых, объявление, прежде чем мы с вами помолимся. Как вы знаете, у нас уже скоро Великий Пост. Уже начались подготовительные недели. Во-вторых, сегодня мы с вами заканчиваем тему Евангелия. И следующая тема у нас – Деяния апостольские. Поэтому домашнее задание – прочитать Деяния. А домашнее задание на пост, на весь пост, на 42 дня Великого Поста и 7 дней Страстной Седмицы – прочитать все 4 Евангелия. Есть такая замечательная традиция в Церкви, что Великим Постом… Вот, замечательно. Прочитывается все Евангелие. Вот. На самом деле, если немножко дисциплинировать себя, это легко сделать, потому что если по две главки в день, то, в общем, это можно осилить. И, наверное, это будет самое лучшее, что можно сделать постом. Ну, там каждый для себя решает и выбирает там пост как пост пищевой. Вот, помните о том, что если вы переусердствуете и вам будет плохо, то толку от этого будет мало. Поэтому, если есть у кого какие противопоказания, то если нужно там принимать, скажем, пищу молочную, то ее нужно принимать. Вот. Лучше уж почитать вот все 4 Евангелия, чем измучить себя и, в конце концов, Пасха будет совсем не праздник, а вымученный день. Это вот такое хорошее замечание. Каждый раз об этом напоминают. И за всяким благословением, там, к священникам ходить не стоит, потому что все-таки пост не о том, что мы бегаем и спрашиваем, можно это съесть, а можно это не съесть. Здесь выбор делаем сами. Все-таки пост это о том, что я хочу внутри себя сделать шаг навстречу Богу. А как мы знаем из Евангелия, пища нас не приближает и не удаляет от него. И все мне хорошо. Если это брата моего не искушает, то значит, я могу что-то вкушать. Но, конечно, будет здорово, если человек там крепкий, здоровый, то, соответственно, настраиваться уже на пост и пищевой. Ну, хотя бы для своего собственного опыта. Это будет очень правильно и верно. К тому же помните, что Великий пост в Древней Церкви – это всегда время подготовки к крещению новых членов Церкви. И вся Церковь молилась за этих людей каждый день в течение 40 дней, за людей, которые входили в Церковь и становились членами Церкви. И поэтому там будет огромное количество повторений, чтений ветхозаветных, чтений евангельских. Вот то, что мы с вами проходим на катехизации в течение полугода, начиная с октября, Великим постом будет прочитано. Ну, по идее, если брать какой-то монастырь, то это прочитывается в течение вот этих 40 дней, напоминая тем, кто будет креститься, во что они крестятся, зачем они крестятся. И зачем, в общем-то, Господь пришел на эту землю, и ради чего Он пришел, и ради кого Он пришел. И даже в этом, как бы, случае здорово будет читать Евангелие и прикасаться к этим строкам вновь и вновь. Мы действительно не знаем, что Господь нам скажет через Писание. Я вот вспоминаю отца Георгия Чистякова, замечательного нашего священника, увы, ушедшего к Богу уже порядком времени, по-моему, в 2007 году. Вот, если я не ошибаюсь. Он говорил о том, что если бы человек каждый день по главке, по две читал, то он даже незаметно для себя стал бы меняться через полгода. Он такой был оптимист, но, в общем, в этом какая-то правда жизни есть. Что если мы будем вчитываться в строки евангельские, да еще пытаться их воплотить в собственной жизни, ну, хотя бы, как сумеем, то это немало, да, то это немало может принести нам пользу. Это вот об этом. Поэтому читаем Деяния, раз, а постом читаем Писание, Евангелие, два. Деяния мы читаем по программе нашей катехизации. Их можно будет перечитать еще уже после Великого Поста, когда мы будем приближаться к Троице, к Пятидесятнице. Но у нас будет отдельная лекция, это Пятидесятница и Церковь. Поэтому, ну, будет очень правильно там, да, познакомиться, если кто не знакомился, с Деяниями Святых Апостолов, вот особенно первые главы, и какими-нибудь посланиями, скажем, чтобы посмотреть, а вот какая Церковь была тогда, сразу после Вознесения Христова. Вот, чтобы поговорить о современном состоянии дел Церкви, у меня к вам просьба к следующему, скорее, семинарским занятиям, это будет через лекцию, ну, это больше двух недель, но подумайте, что бы вы, ну, что вам бы хотелось обсудить в теме Церковь современная, вот, что вас волнует, что вас задевает, как вы к этому относитесь, чтобы это был живой разговор на семинарах, вот. Ну, и, соответственно, у нас сегодня тема спасения и воскресения Христова, это, пожалуй, краеугольная тема для каждого христианина. Краеугольная, потому что, как апостол Павел сказал в своих посланиях, что если нет смерти и воскресения Христова, то вера наша с вами щитна. Краеугольная тема христиан и краеугольное событие в их жизни – это воскресение. Вот сегодня мы об этом с вами поговорим. Давайте помолимся и начнем наше с вами занятие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Царю Небесную, Утешителю, Души истины, Иже везде, Сын, и вся исполняя, Сокровища благих, ни жизни подателю, Приди, и вселись, явны, И очистены от всякие скверны, И спаси, блаже души наша. Благослови, Господи, каждого брата, каждую сестру. Ты там, где двое или трое собраны во имя Твое. Нас гораздо здесь больше. Ты здесь среди нас. Дай к Тебе прикоснуться. Дай услышать Тебя всем нам здесь собравшимся. Начиная от меня, кончая всеми теми, кто, может быть, опоздает сюда или, может быть, услышит какие-то вещи в записи. Просто прикоснись к сердцам нашим и дай нам надежду, что не оставишь Ты нас во все дни до скончания века. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, я с Вами сегодня буду разбирать тему воскресения Христова. И поэтому я буду идти по Евангелию от Матфея. Вот. Кого оно с собой, может, в принципе, следить. Какие-то краеугольные моменты движения Христа к кресту и к воскресению я коснусь, что-то пропущу. Поэтому не обессудьте. Наша все-таки с Вами задача не разобрать полностью Евангелие вот здесь на лекции, а коснуться вот каких-то важных вещей евангельских, а потом Вы это разберете на семинарах. Но прежде чем мы коснемся этой темы, и я начну со входа Господня в Иерусалим, вот, я хочу зачитать некоторые вещи. Это отрывок, во-первых, из Евангелия от Иоанна, 3 глава, где говорится, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всяк верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Потом отрывок из святителя Иоанна Златоуста. «Когда ты слышишь слова «ярость и гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого». Это слова снисхождения, «Божество чуждо всего подобного». Говорится же так, для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. И там же, если ты требуешь справедливости, то по закону правды нам следовало бы еще в начале тотчас же погибнуть. Теперь святой Исаак Сирин, «Не называй Бога правосудным, ибо правосудие Его не познается на твоих делах. Сын Его открыл нам, что паче Он благ и благостен». И последний отрывок из святителя Кирилла Александрийского, «Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама, их ведь тогда еще не было, а потому, что они были причастны к его природе». Зачем я это зачитал? Потому что стоит приступать к теме страданий, смерти и воскресения Христа с таким базовым пониманием того, что, во-первых, Бог желает нашего с вами спасения. Он сюда пришел не для того, чтобы нас судить по грехам нашим, но чтобы нас из этих грехов вытащить. Это первое. Второе. Что мы здесь, в общем-то, страдаем и мучаемся не потому, что, скажем, разделяем какие-то греховные вещи принадлежащим другим людям, но потому, что когда-то наш с вами сородич решил пойти собственным путем, не считая Бога в своей жизни чем-то важным и нужным. И от этого у нас возникли проблемы, что без Бога мы самостоятельно существовать не можем, жить не можем, тем более вечно. Но умираем и страдаем. И поэтому мы разделяем эту участь, потому что она нам передается из поколения в поколение. И своими силами это исправить невозможно. Как бы кто ни старался. Очень важны и нужны наши добрые с вами дела, потому что есть понимание того, что человек всегда должен действовать в синергийности с Богом, то есть совместно человек делает шаг, а Бог делает 20 шагов. Но без согласия человека человеческое спасение невозможно. И об этом стоит помнить. Ну, я об этом поговорю более конкретно, когда мы с вами будем как раз разбирать момент смерти на кресте и воскресение Христово. Но вот в начале лекции это стоит озвучить, что мы исходим из того, то, что с вами изучали в течение вот целых там несколько месяцев, что Бог благой, Бог любовь. Он не хочет, чтобы кто-то из нас погиб. Ни в коем случае притча о блудном сыне, показанная в прошлый раз, об этом и говорит. Он принимает каждого из нас без всяких претензий к каждому из нас. Важно наше с вами решение возвращаться к Нему или не возвращаться. Иначе, если мы будем предполагать, что в нашей жизни Бог все-таки наказующий и грубый, и тогда все довольно-таки возникает огромные проблемы в принятии такого Бога. И почему я об этом говорю? Потому что каждый раз, сколько ни говори, на семинарах возникают эти вопросы? Всегда, всегда. Кто-то не слышит, кто-то не воспринимает. Но давайте с вами все-таки вернемся к тому, что если сосуд чист, вот, то в нем нет грязи. И если Бог благ, в нем нет зла. И вот с этим пониманием мы перейдем к тому, что поговорим о последних днях жизни Христа перед его распятием. И начнем мы с вами говорить об этом в следующий слайд. Со входа в Иерусалим. Как я вам уже рассказывал лекцию не предыдущую, а позапрошлую, мы остановились на моменте воскрешения Лазаря. Соответственно, все, кто это видел, слышал, они стали предполагать, что на землю пришел тот, кто наконец-то восстановит Царство Израиля. Ну, доселе не было видно и слыхано, чтобы мертвые воскресали. А тут явный акт воскресения, явное чудо. То есть Иисус воскрешает человека, причем на глазах у многих. Это не какое-то вот тайное действие, как он, скажем, воскрешал доселе, там, входил с некоторыми своими учениками в комнату и там происходило вот это чудо. Нет, здесь он делает это на глазах людей. Соответственно, конечно же, в Иерусалиме, куда он идет, все об этом знают. И, как вы помните, иудеи это оккупированная страна, да, все мечтают о том, что наконец-то восстанет такой же царь, как был Давид, и освободит страну и приведет самих иудеев к какому-то благоденствию. И все об этом, ну, большинство об этом мечтают, да, появится вождь, вот как в России часто мечтают о твердой руке, появится тот, кто все наладит, все у нас пойдет лучше, чем было, но история показывает, что лучше не становится, появляется вождь с сильной рукой и становится только хуже. Так и здесь Христос этого совершенно не хочет, но люди на то и люди. И вот здесь интересный момент, что прежде чем войти в Иерусалим, Иисус предлагает своим ученикам исполнить пророчество пророка Захарии. Это Захария, 9 глава, 9 стих. Ликуй от радости, дещерь Сиону, торжествуй, дещерь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народом, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли. И вот ученики находят вот этого осла, вот я смотрю прямо на фреску, вот здесь Иисус на нем сидит, въезжает в Иерусалим, люди, которые его встречают, соответственно, кидают под ноги пальмовые ветки. Вообще пальма на востоке всегда считалась таким символом мира. То есть паломник, вот наш с вами паломник, это от пальмовой ветки происхождение имеет, потому что человек, который отправлялся по святым местам, обычно брал в руки вот эту вот пальму какую-то или пальмочку маленькую, брал ее в руки, это знак был того, что он идет в путешествие с мирной целью. И Христос избирает этот путь, не садится, скажем, на скакуна, чтобы показать, что он царь, который въезжает в Иерусалим как победитель, а въезжает вот на этом подъеремном животном, вот, которое использует везде для своих нужд и крестьяне, и народ, который трудится в городах, чтобы показать, что он пришел с миром. Но народ все равно встречает его радостно, да, он радуется тому, что вот наконец пришел тот, кто уплотит в жизнь их надежды, а надежды совершенно разные. И к чему я это говорю? Потому что в нашей жизни так всегда бывает, что приходя в церковь христианскую, у нас появляются какие-то огромные надежды на то, что наша жизнь засверкает с точки зрения материального богатства, что у нас все наладится. И часто человек бывает очень разочарован тем, что в целом и в общем, скажем, пытаясь смириться, он не приобретает этого богатства. Потому что христианство все-таки не о богатстве земном. Это здорово, если оно будет сопутствовать тебе в жизни. В этом ничего нет плохого. но прежде всего христианство это о богатстве нашего с вами сердца. О чем мы с вами на прошлой лекции говорили. Что если ты приобретешь вот это сердечное богатство, то возможно в твоей жизни все. И богатство материальное, потому что будет совсем другое отношение к этому богатству материальному. И улучшение отношений с другими людьми. Потому что отношения с другими людьми будут зиждаться уже совсем на другом камне. На камне моего я. А на камне того, что впереди меня идет Господь. А я следую за Ним. А Господь тот, кто хочет всегда пользы другого. Об этом говорится в теме о любви в посланиях Коринфона апостола Павла. И вот Господь входит в Иерусалим. Иерусалим встречает его праздником. Причем все те, кто собрались в Иерусалиме и встречают его пальмовыми ветками, скоро будут осуждать его. Потому что он не будет соответствовать их ожиданиям. И начинает он вход в Иерусалим для многих с несоответствия ожиданиям. Потому что следующая сцена, о которой мы с вами читаем в Евангелии, это изгнание торгующих из храма. Чего плохого в том, чтобы торговать в храме. У нас есть лавочка. Замечательно помогает жить храму и немало помогает жить храму. Но дело все в том, что на всякой такой торговле можно наживаться. А храм в Иерусалиме всего один. И как известно из истории, нельзя было просто прийти там скажем с какой-то своей собственной вещью в храм или тем более со своим жертвенным животным и его принести в этом храме в жертву. Нельзя было. Это было запрещено. Нужно было купить в храме вот эту самую вещь или приобрести это самое жертвенное животное. Вот я с вами когда говорил о Рождестве, мы вспоминали пастухов. И вот пастухи обычно занимались те, которые пришли младенцу Иисуса тем, что пасли эти храмовые стада, предназначенные для заклания. И те, кто торговали в этом храме вот этими самыми животными, какими-то священными предметами, заламывали цену такую, что, в общем-то, обычный человек буквально разорялся, приходя в этот храм. То есть, вместо того, чтобы помогать человеку на входе к Богу, человек с какими-то проблемами, нуждами, со своими грехами приходит в этот самый храм огромный, а ему сразу же на входе озвучивают цену. Что ты должен заплатить под благовидным как бы предлогом? Заплати эту цену и имеешь право действовать в этом храме. Не заплатишь эту цену, просто стой и уходи. И, конечно же, это было извращение всего того, о чем говорил Господь, когда повелевал построить этот храм Соломону и когда повелевал этот храм посещать. Это несоответствие всего тому. И поэтому Господь Он изгоняет этих торговцев, ну, это можно посмотреть во многих фильмах, как Он это делает. И вот здесь удивительная вещь. Мы с вами видим Бога совершенно в ином качестве. Мы привыкли Его воспринимать как такого спокойного человека и Бога. Здесь же Он дает возможность проявить гнев. гнев. Говоря каждому из нас, что гнев как чувство это нормально. Это нормально. Это наше с вами чувство. Чувство, которое откликается на эту несправедливость. Но тем самым Он уже начинает наживать себе врагов в лице тех, кто этим занимается. Уже первые, кроме судукеев, фарисеев, книжников, завидующих Ему, еще Он приобретает врагов среди этих самых торговцев. И дальше как бы по Евангелию от Матфея Он отходит немного от Иерусалима и произносит интересные слова. Он говорит о том, что Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотелось собрать детей твоих, как птицы собирают, птенцов своих под крылья и вы не захотели. И затем Он рассказывает, что через какое-то время не останется камня на камне здесь, отвечая на вопрос апостолов, которые удивлялись богатством храма, говоря, смотри, какие камни. И, во-первых, Он произносит пророчество о том, что сам храм будет разрушен. в 70-м году римские войска разрушили храм, разрушили Иерусалим, что действительно не осталось камня на камне. Полководец Тит это сделал после восстания самих евреев. Ну и еще он говорит о очень для него наболевшей теме. Он говорит о том, что сколько раз Господь предлагает человеку услышать его. И что-то в своей жизни попытаться изменить. На примере целого города. Потому что дальше, если брать, скажем, Евангелие от Матфея, он будет рассказывать о Смоковнице. Он будет рассказывать о званных и избранных, о Смоковнице, что нет плодов на ней. И о том, что он позвал и никто не пришел. И пришлось набрать других людей. И это как бы напоминание каждому из нас, что он зовет каждую секунду нашей жизни. И дело все в том, вспоминайте притчу о блудном сыне, что он зовет как отец. Он предлагает каждому из нас вернуться к нему для того, чтобы научиться жить полной жизнью и дышать полной грудью, вдыхая воздух свободы. то, о чем мечтали поколения людей и мечтают сейчас. И он обращается к каждому из тех, кто его окружает, а его не слышит. И вот в преддверии того, что с ним произойдет, он с огорчением об этом говорит. Можно следующий слайд, пожалуйста? И вот я специально немножко отступил назад, потому что, если брать Матфея немножко раньше, 16 главу, там есть эпизод, когда Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященникам, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскресным. И отозвал его Петр, начал прикословить ему, будь милостив к себе Господи, да не будет этого с тобою. Он же обратившись сказал Петру, отойди от меня сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Сам Петр не выдерживает слов Христа, о том, что ему надлежит умереть. Но мало того, в Евангелии описывается реакция и многих других учеников на эти слова. Те, кто до этих слов его слушали и с радостью принимали, в тот самый момент взяли и отвернулись от него и ушли. вот представляете как бывает в нашей с вами жизни, когда мы жалеем о том, что часто уходят от нас какие-то люди. Нам казалось бы, что с этими людьми мы можем прожить огромное количество лет вместе. Но Христос на примере своем нам открывает какую-то сокровенную правду о том, что вот он самый лучший друг, который может быть на этой земле. Самый лучший рассказчик, который может быть на этой земле. Самый принимающий и понимающий человек, который может быть на земле. А в своей истории взаимоотношений с людьми его, во-первых, после того, как он сказал неприятные слова многим покинули часть его учеников. Затем при кресте покинул один из основателей церкви Камень Петр. В Гемсиманском саду, о котором с вами мы сейчас будем еще говорить, покинули вообще все ученики, кроме женщин. И при кресте стояли женщины и любимый ученик. Мало того, один из ближайших учеников его, предал его. Поразительно. Поразительная картина такая открывается для каждого из нас. Я недавно об этом думал, когда размышлял о каких-то собственных проблемах и нет никаких аргументов. Что же говорить обо мне, который не самый лучший рассказчик, не самый лучший друг, не самый лучший товарищ. Если кажется, того, кто был идеален для людей в этом мире, того не приняли. И это тема входа в Иерусалим. Все ждут от него великих свершений, а он ждет этих свершений от каждого из нас. Поразительно. свершений нашей с вами души и нашего с вами сердца. А самое главное, он верит в каждого из нас. Иначе бы он в Иерусалим не пришел, если бы не верил в этих людей, которые не способны вообще как-то измениться и не пошел бы на этот самый крест. А смысл, если нет веры и доверия этим людям, значит все-таки он нам даже здесь доверяет и верит, что мы способны к этим изменениям, а он нам в помощь. И затем он уже с учениками своими собирается, так как был праздник Пасхи, вот, собирается вместе, чтобы отметить Пасху. Праздник Пасхи, то есть на тот момент перед воскресением и крестом Христовым, это праздник воспоминания исхождения Израиля из Египта и о прохождении того самого ангела-губителя мимо домов тех самых евреев, которые из этого Египта ушли. Праздник Пасхи это всегда семейный праздник, он и до сих пор семейный праздник. Обычно во главе стола сидит глава семьи, вокруг него его домочадцы, и этот праздник всегда связывает многие поколения людей между собою, и, конечно же, друзей между собою, и вот он с этими своими друзьями, апостолами, несмотря на то, что, наверное, он понимал и знал, что они оставят его в будущем, и один из них его предаст, он собирается на этот праздник. Но уже говорит совсем о другом смысле этого праздника. Во-первых, я немножко отойду назад и хочу сказать, что перед тем, как они собираются на пасхальную трапезу, он произносит еще одну такую замечательную вещь. Да? Он говорит о том, когда фарисеи собрались вокруг него и спросили его, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? И он уже не повторяет вот эти заповеди блаженств, не заповеди Моисея, он говорит о двух заповедях. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим, сияясь первое и наибольшая заповедь, вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Вот я недаром сказал вам о домочадцах, потому что чаще всего все наши проблемы возникают в кругу наших домочадцев. Самая тяжелая ситуация в кругу наших домочадцев. И недаром он говорит о такой заповеди, что оказывается путь к ближнему твоему лежит через первую заповедь. «Если я учусь любить Бога своего, то вторая заповедь, подобная ей, обязательно будет выстраиваться, что все взаимоотношения с другими людьми, они выстраиваются, если я иду к Богу». Знаете, есть такой прекрасный пример, как треугольник. вверху Бог, внизу, справа, слева вот, два человека. И если они поднимаются вверх, то они непременно становятся ближе друг к другу и ближе к Богу. И там, в точке, где Бог, они соединяются. И без этого закона, увы, в этом мире ближе к друг другу невозможно стать. Даже если мы на словах не исповедуем Бога, но душой и сердцем к Нему стремимся, это всегда возможность стать ближе к другому. И поэтому Он их собирает вот здесь, за этой трапезой, потому что ближе, чем за трапезой, люди не могут быть друг другу. Это самое домашняя обстановка, которая может быть испокон веков. Там, где стены падают, там, где открываются помышления многих сердец, там, где происходят откровенные разговоры. И в центре Христос. Но вместе с тем один из учеников его можно следующее? Один из учеников которого мы все с вами знаем, он притчево языцах Иуда решает зачем-то предать его. Многие мыслители думают о том, зачем он это сделал, находясь со Христом долгие годы, видев его такой, какой он есть, почему Иуда решил совершить такой поступок. в деяниях апостольских о нем сказано, что он вор и лжец был. Но так ли оно было? Апостолы тоже люди. Есть некоторые толкования, которые предполагают о том, то, что Иуда хотел все-таки видел и видел во Христе Царя. А когда он увидел, что не случается невосстание, не случается того, что Иисус ведет свой народ к какому-то процветанию, он решил поступить по-своему, вызвав бунт народный через то, что его Христа возьмут римляне. Возможно, это было так. Мы не знаем. Возможно, он позавидовал. Мы тоже не знаем. Но у многих вопрос всегда возникает, а был ли поступок Иуда предопределен? Было ли или нет? Но если мы будем смотреть на тот момент, когда Иуда собирается это делать, вот, то мы видим, что Христос говорит ученикам, что один из вас предаст меня. Это раз. Во-вторых, он обращается к Иуде, говоря о том, что ты задумал, делай быстрее, делай быстрее. В-третьих, он совершает акт любви, когда первый кусок дает Иуде. Он не говорит напрямую, он не ограничивает природу свободы Иуды. Он пытается достучаться до него. И у митрополита Антония Сурожского есть даже предположение о том, что вот это заблуждение Иуды как человека возможно было разрушено, когда они встретились со Христом уже после воскресения самого Христа. Потому что в святоотеческой традиции Христос спускается в ад, чтобы вывести оттуда ветхозаветных праведников. И соответственно он может встретить своего ученика. Мы об этом не знаем. Но вот все же митрополит Антоний Сурожский предполагает, что у него есть шанс. Что Бог не ставит точки даже над таким человеком. А человек может ошибиться даже так. Это тоже очень важная вещь. Но давайте вернемся к трапезе. Что мы видим? Что Иисус говорит уже о своем теле и о своей крови. Вот мы с вами читаем. Когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сьей из тела мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все. Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино царствие отца моего. И воспев, пошли на гору Елеонскую. Да, спасибо. Вот то, что мы с вами каждый раз совершаем, находясь на литургии. При всем при том, это таинство встречи человека и Бога, мы о нем будем говорить более конкретно и более близко, когда будем разбирать таинство церкви. На нем даже остановимся. Это таинство мы, совершая сейчас в наших с вами храмах, оказываемся на той самой тайной вечере, которую совершает Христос своими учениками. Мы с вами совершаем не повторение тайной вечери, ни в коем случае. Ни один из святых отцов так бы не сказал никогда. Каждый из нас, когда приступает к чаше, участвует в той самой тайне встречи Бога и человека. И вот здесь есть такой момент, но опять же мы о нем поговорим более подробно немножко попозже, это кто я перед этой чашей. Единственный, кто не стал оставаться на этом собрании, это тот сам Иуда, которого мы с вами не осуждаем, и с ним будет разбираться сам Господь. Но все же первые христиане в это свято верили, что если я прихожу на Евхаристию, я остаюсь в ней, в этой Евхаристии, в этом благодарении до конца. Потому что я встречаюсь с Богом. И не по моему достоинству Бог будет определять, где мне находиться, а по своей благодати будет давать мне врачество моих недугов. Я вспоминаю отца Георгия Чистякова, которые каждый раз, когда к нему подходили на исповедь, вот там, рядом с иконой Александра Невского говорили, что недостоин я идти к чаше. Он хлопал человека по плечам, говоря, иди, тебе это надо для того, чтобы выбираться из своих собственных недостатков. И это очень важная весть, опять же, для каждого из нас. Наши силы очень важны для Бога, и других рук в этом мире, кроме наших, у Бога нет. Но нам нужен Бог, и Его присутствие в нашей жизни, и нам оставлено это таинство на той самой тайной вечере. Потому что после воскресения Христова оно приобретает еще более прекрасное значение для каждого из нас. Потому что мы будем уже участвовать не только во встрече Бога и человека, но и в Его воскресение через это таинство. Мы станем причастниками этого самого процесса. Часть жизни в нас начнет действовать, если мы на это согласны. Вот об этом стоит подумать. И вот они исходят на гору Гелионскую, где мы видим моление Иисуса. Ученики заснули. Им не хватило сил, и Иисус молится о чаше. Мы слышим с вами странные слова. Он просит пронести чашу эту мимо Него. Кажется, Он Бог, Он все знает. Он знает, что после этого будет Его воскресение. Он знает, что если умрет, то живет. Он об этом говорил. В третий день воскреснет. И вот посмотрите, что не все так просто в этой жизни. Знать это не значит прожить. То есть умом можно многое что знать, а проживать это совсем не то. Все его естество человеческое против этого, потому что оно против смерти. Смерть для естества человеческого чужда. мы должны жить вечно. И оно восстает, говоря о том, что не хочет смерти, а хочет жизни. И вот здесь я очень важную вещь прочитаю из святителя Григория Богослова. так как мы с вами начинаем говорить о страданиях Христа, вот что святитель Григорий Богослов говорит. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь великая и преславная Бога и архиерея и жертвы. Мы были во власти лукавого проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому как содержащему во власти, то спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как сия оскорбительно? То есть не дьяволу. Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но получает самого Бога за свое мучительство, берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить нас. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену, а во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака? Помните, Бог отец не принял жертву Исаака, которого хотел закладь Евраам приносимую его отцом, но заменил жертвоприношению вместо словесной жертвы, дав овна. Из всего видно, что приемлет отец жертву не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы Он Сам избавил нас, преодолев мучителя силою и возвел нас к Себе через Сына. Таким образом, на вопрос, кому или чему служила жертва, остается ответ, дело спасения нашего, и дело искупления переходит непосредственно в дело освящения. Это святитель Григорий Богослов, я вам немножко переведу его, если кто не понял. Он рассказывает о нескольких моментах очень важных, что не может принесна быть жертва дьявола, что это вообще издевательство. Да? Не может принесна быть жертва отцу, потому что это безумие. Отец жертвы Исаака не принял. Но жертва для того, чтобы человек и Бог Иисус Христос осветил каждого из нас. И вот в этом сокрыта тайна нашего с вами спасения. И об этом как раз святые отцы говорят вот какие вещи. Так. Вот. Простите. Святитель Афанасий Великий Единородный соделался человеком, чтобы в себе самом исправить сие. Христос пришел сюда и принял нашу с вами природу, поврежденную первородным грехом, не имел личностного греха, но имел такую же, как у нас с вами, плоть и такую же кровь, которая страдает и умирает, чтобы эту плоть и кровь на кресте изменить. Исаия преподобный отшельник в себе он возвратил извращенное естество к естеству первобытному. Таким образом он спас человека. Григорий Палама Христос наше повинное естество соделал новым в себе. И Кирилл Александрийский сыну человеческому было возвращено бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда он воскрес, смерть уже более не господствует над ним. И всю природу он удостоил этого совершенства. И вот мы с вами видим это моление. Он пробивается через то естество человеческое к своему Отцу, потому что он живет в этом теле, как мы с вами живем, в наших с вами телах. На нем нет личностного греха, но ему трудно быть с Отцом, как трудно каждому из нас. Он его не слышит. Такой будет момент интересный на кресте и печальный, когда он будет вызывать к своему Отцу «Боже, Боже, почему ты меня оставил?» Даже здесь он равен всем нам. Если бы он здесь на земле родился в ином теле, которое бы не страдало и не умирало, он бы не был равен каждому из нас. Он был другим. Но он принял все то, что принимает в этой жизни человек. И поэтому он молится Отцу, понимая, что страдание это путь, конечно, но боль это боль, через которую ему придется пройти. И чувство оставленности это чувство оставленности. Понимаете, каждый нас в своем одиночестве может вспомнить его, что он был также одинок. Ученики его заснули, а потом в том самом саду, когда он сказал, что будет воля Отца, и он пошел на этот самый крест. Его бросили его ученики. Безумие, полное одиночество. Мы страдаем в депрессиях, мы понимаем, как это больно, а он совершенный, совершенный и тоже был брошен. И можно было задать вопрос, можно было как-то иначе. Но видно, законы Божии в этом мире иначе не делаются. Тот же святитель Григорий Палома, который является основателем мессихазма, писал о том, что Бог устроил этот видимый мир, как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его, как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного мира. То есть мы здесь видим многие процессы, которые соответствуют тем процессам, идущим и в мире преображенном. И Бог эти законы перешагнуть не может. он не может изменить понятие свободы, не может изменить понятие воли, потому что без этой свободы и воли человек не будет счастлив. Как-то отец Александр Борисов рассказывал о случае, рассказанном ему одним узником, который убил людей и сидящим пожизненно. И этот узник задавался вопросом, чему ты мне позволил убить этих людей? И ему пришел ответ, потому что без этой свободы ты не можешь быть счастливым. Вот представляете, какая важная штука даже наша с вами свобода, что Бог не может ее тронуть. И поэтому ему приходится самому приходить в те самые законы, чтобы спасти человека через эти безумные страдания, отдавать себя полностью истязателям и умирать, переживая те же самые чувства, что каждый из нас будет переживать в своих собственных страданиях. Но идет он на это совершенно добровольно. Потому что не хочет, чтобы кто-то из нас умер. А самое главное он не хочет, чтобы не только умер праведник, но и чтобы не умер блудник, прелюбодей, вор, разбойник. Представляете, так хочется отгородиться и от тех товарищей. А Бог не хочет этого. Он и ради них умирает. Потому что, как я уже читал вам в начале лекции, не хочет он, чтобы кто-то погиб, но чтобы имели жизнь вечную. Так, давайте дальше. И, конечно, это помнит момент, когда Иуда приходит. Опять же, Христос обращается к нему словами, не целованием ли ты предаешь меня. Но человек, видите, не слышит. Он решил сделать что-то, у него есть какой-то свой план, помимо плана Бога, план, который приводит его к предательству. И вот в этих своих схемах он не может открыться Христу и сказать, упасть на колени, сказать, прости меня, дурак я там, да, предаю невинную кровь. Это так похоже на любой из наших грехов, когда ты ослеплен своим движением и осознаешь уже, когда все случилось. христа берут под стражу следующий слайд. И вот тот самый Петр. Это опять о нас с вами, о человеках. Ученики покинули его. Петр пытался пробраться на двор, постоять рядом с учителем. Петр камень, представляете? И испугался. Но почему он для каждого из нас так важен этот момент этого испуга? Ведь потом он столько много хороших дел сделал. А потому что опять дать возможность всем тем, кто испугается, вернуться к Богу, что сделал Петр. И почему так прописан Иуда в Евангелии? Потому что как раз все те, кто предаст, но потом наложат на себя руки, те неправы. У Иуды тоже был шанс, если бы он поступил как Петр. Но он не делает этого. И Иуда, как мы знаем, вешается, следующее. Вот. Понтий Пилат тоже образ человека, понимающего, что вот рядом с ним есть тот, кто не совершил чего-то предосудительного, чего-то такого, за что можно его казнить. но карьера, спокойствие, жизнь здесь, она для него важнее многих истин и правды. Спокойно закончить там свои 10-5 лет на этой земле, не поссорившись ни с иудеями, ни с своим собственным начальством, ни с кесарем, для него важнее. Он был рядом, может быть, с самым лучшим чудом своей собственной жизни, с самым лучшим откровением своей собственной жизни, я не знаю, как еще можно это назвать, с самой свободой своей собственной жизни. Он выбирает это самое спокойствие, потому что оно ближе. И Христа казнят, я не буду уже рассказывать вам о воинах, которые издевались над ним. Есть хороший фильм Мэлла Гибсона, многие его смотрели, да, там все реалистично показано страсти Христова, и это тяжело смотреть, какие муки он испытывает, прежде чем умереть на этом самом кресте. Да, следующий слайд, пожалуйста. Вот это самое Голгофа. И рядом с ним два разбойника. Один его поносит, говоря, что он достойно получил, а другой говорит, что это мы достойно получили, а он мучается неправильно. И представляете, вот какая оказия о единственном человеке, о котором сказал Христос, о единственном человеке, о котором сказал Христос, что он будет в раю, он сказал о разбойнике. Это единственный человек, которым Христос говорит при своей жизни, сегодня же со мной будешь в раю. человеку стоило только признать свои ошибки в собственной жизни и признать правду. То, что не сделал Пилат, отгородившись своими какими-то интересами, сделал разбойник. Потом мы знаем житие святых, житие всех тех, кто шел ко Христу и да, несомненно, они все наследуют Царство Божие, но вот о том, о котором сказал Христос, это разбойник. Вот, не сделавший ничего в жизни, может быть, вчера только укравший у бабушки какой-нибудь, грубо говоря, кошелек, да, и лишивший ее всех денег на пропитание. Кошмар, ужас. Но здесь, вот, признавший, что он неправ, наследует жизнь вечную. Мозг не укладывается. Там человеческий мозг должен, там сразу, надо, чтобы он понес наказание, чистилище, там, что там еще придумано, мытарство Феодора, там, там, лесенка, все, чтобы его помучили, помариновали. Ну как, здесь же он грешил? Нет. Почему-то здесь не об этом не сказано. Христос не читает ему лекцию о том, в каком он будет там круге находиться, пока он очистится. Он говорит, нет, сегодня же будешь со мной в раю. потому что спасаемся мы не чистилищем и не мытарствами Феодоры, да, которых много в народе писаний, а спасаемся мы Христом и его жертвой. И это самое главное в жизни каждого христианина. Жертва и воскресение Христа. И к этой жертве могут быть причастны все. Без разбора абсолютно, если они на это согласны. И конечно мы видим, что следующий слайд, что его снимают с креста, вот эта картина, когда приходит Иосиф Аримофейский, кладут его во гроб, вот, идут к нему мироносицы, так как уже наступала суббота, вот, его оставили, потом приходят женщины, не мужчины, женщины, мужчины, они уже боятся, мужчины где-то прячутся, да, а женское сердце, это женское сердце, не может оставить своего любимого. и этот вот камень отвален от гроба и не находят его там, и Евангелие говорит о том, что он является вначале одной из женщин, потом Петр бежит, видит пелены, оставшиеся там, в гробнице, а дело все в том, что с пеленами вообще огромная проблема, там человека так обматывали тканями и поливали всякими благовониями, что ты оказывался как бы в коконе, в общем, и освободиться от него просто так невозможно, вот, лишь как-то их искромсав и взорвав, а когда мы читаем Евангелие, мы видим, что там сказано, что пелены аккуратно сложены, вот это такой признак того, что что-то такое надмирное произошло, что человек освободился, ну, не знаю, как вот гудине, да, от своих оков, используя там, да, что-то, может быть, сверхъестественное и каким-то образом. Сейчас даже есть вот это вот самое известное в Италии туринская плащаница, как бы отображение Христа положенного, вот эти самые пелены, вот, над ней делают всякие радиоуглеродные анализы, пытаются доказать, та ли это пелена или не та, в которой был завид Христос, но это не суть, понимаете, как раз костер, хлеб, и там будет разговор с Петром, это последние моменты сегодняшней лекции, и мне этот близок очень момент, описанный в Евангелии от Иоанна, когда ученики вновь плывут ловить рыбу, видят, что кто-то идет по берегу, он, этот кто-то, они не поймали, как всегда, говорит, закиньте еще, Петр узнает своего учителя, говорит, это учитель, кидается в воды, плывет, потом ученики приплывают, и на берегу их ждет костер, костер, рыба, хлеб, они боятся там сказать учитель, да, вот это прекрасно, для них момент такой трепетной встречи, они просто вместе с ним садятся, никого не осуждает, ни за что, не начинает рассказывать, братцы мои, я, конечно же, воскрес, но вы меня бросили, кинули, что мы будем делать, как мы будем исправляться, нет, они трапезничают, моло того, вот, он обращается к Петру, любишь ли ты меня, три раза, три раза Петр отрекся, три раза Христос повторяет, любишь ли ты меня, каждый раз Петр утверждает, что да, я люблю тебя, он трижды сказал нет, ему важно самому Петру сказать трижды да, Христос даже это видит, что важно Петру, как он страдает, и как можно это страдание изменить, как можно опять Петра вернуть его достоинство, и дает эту возможность ему, никого не осуждая, и может быть вот это не осуждение всех тех, кто его оставил, и дало такую огромную мотивацию, чтобы они шли и говорили, в нас увидели людей, несмотря на все наши недостатки, потому что нам это важно, чтобы выбираться из этих недостатков и расти, а помощь нас, воскресший Бог, который дает каждому из нас возможность это сделать, и поэтому они шли и рассказывали другим, что такая возможность есть, и когда человек находится в беде, когда у него умирают там дети, когда он не знает, чей будет раб на следующий день, когда постоянно одни приходят воруют, другие убивают, третий, для таких людей это глоток воздуха, или те, кто измучен на своих собственных грехах, вдруг кто-то придет и скажет, брат, ты знаешь, ты полный отстой, а шанс у тебя есть, это же огромная такая мотивация, чтобы сказать, да, он спросит, какой шанс, ты есть шанс, дается тебе этот шанс, и поэтому возникали эти самые маленькие общинки, и затем мы видим, что Христос вознесся, почему, можно опять задать вопрос, ну почему, зачем, остался бы вместе с нами здесь, на этой земле, всю оставшуюся жизнь, как приятно и хорошо жить и брать вместе, но он хочет, чтобы мы росли, он может творить чудеса, он может восстанавливать людей, он может воскрешать людей, все может, а мы-то что, он хочет, чтобы мы росли, чтобы мы что-то научились делать, каждый из нас на что-то был способен, жизнь это маленький период времени здесь, на этой земле, и встреча будет, во что верили первые христиане, искренне и к этому стремились, но чему-то можно научиться, и здесь очень важны вот наши усилия, ведь это огромная проблема, когда там человек живет с мамой, с папой до конца своих собственных дней, и ничему так и не научится, но стоит мама и папа оставить этого человека, и приходится учиться, потому что выживать приходится, а иначе нельзя, мы об этом тоже говорили, что законы, они для Бога законы, он не может их перезапустить, сделать новыми, он сам по этим законам живет, потому что он сам эти законы и придумал законы жизни, и либо мы идем по этим законам, либо не идем, но вместе с тем можно задаться вопросом, а что же для тех, кто не идет по этим законам, и не живет, и погибает, и спивается, и под забором помирает, ведь счастливчиков не так много, это уже история Иуды, о чем говорит митрополит Антоний Сурожский, встреча будет так и так, и выбор будет и так, и так, здесь может нет, но там может да, и поэтому мы с вами молимся за людей, и за умерших тоже, что даже здесь не оставляет Бог человека, что шанс есть всегда, и поэтому предлагает быть за этого человека, и просить за этого человека, как за расслабленного, были друзья, и верой друзей он был исцелен, не своей, но друзей, так и здесь, вот об этом христианство, и последнее, что он говорит соответственно своим ученикам, что надо идти и научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и уча соблюдать все, что повелел я вам, и самое главное, и сея с вами во все дни до скончания века, аминь. Многие говорят, что это позднейшая вставка, но смысл не меняется от этого, вообще не меняется, потому что что нам важно, вот для Древней Церкви было очень важно, чтобы человек, во-первых, крестили только людей взрослых, и было очень важно, чтобы человек прошел через покаяние и приобрел веру. Такой человек может рассказать что-то другим и показать что-то другим на собственном примере жизни, иначе никак, понимаете, то, что у нас сейчас есть в нашем государстве, в нашей какой-то реальной действительности, когда крестят всех подряд и всюду, может быть совсем неправильно, потому что ну все тюрьмы, скажем, заполнены христианами, но не теми христианами, которых гонят за Христа, а те, которые воруют, убивают и так далее, потому что крещены ради традиции. Но это не значит, что каждый из нас не может быть тем, кто будет этому человеку рассказывать, что возобновить завет тобой поруганный с Богом невозможно. Вот это предложение идти и говорить, это каждому из нас, но говорить собственным примером. Первые общины в одни гонения привлекали не тем, что болтали постоянно о своем христианстве, о том, что любовь имели между собою, и это всех привлекало, что можно было отогреться там человеку, который в этом мире уже разбит, который уже холодеет, который все потерял, отогреться можно у этих людей. И вот к этому каждому из нас надо стремиться. Через того, что мы любим Бога, а через Него любим ближнего. Иначе никак. Вот, друзья мои, я, наверное, на этом сегодня закончу. Может, все было довольно-таки сумбурно, но я надеюсь, что вы хоть что-то поняли, задавайтесь свои вопросы. Еще раз повторяю, что будет здорово, если вы прочитаете Деяния Святых Апостол, мы в следующий раз поговорим о Церкви и о Святом Духе и о Пятидесятнице. Ну, и, соответственно, цикл по Писанию у нас закончится, потому что через раз уже будет Таинство Церкви и там, по-моему, еще пару лекций и уже Пасха. Вот. Во-первых, так, поздравляю вас с тем, что приближается Великий Пост. Великий Пост – время нашего с вами размышления. Вот. Это не какое-то страшное время, прекрасное время размышления о Боге. Вот. Впереди Пасха, Воскресение Христово, праздник праздников. То, ради чего мы каждый живем. Там, где нам будет сказано, что смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, Христос Воскресе. Вопросы есть? И в интернете, и здесь. Есть вопросы? Так, ну, если нет вопросов, молимся. елюсты, безусловно. Мне